Приветствую всех, кто меня сейчас смотрит. И как-то в одном из своих видеороликов я рассказывал о таком прекрасном художнике, как Гиггер. И все мы знаем Гиггера как выдающегося мастера, который создал, разработал целую эстетику киновселенной Чужой, а также создал множество других великолепных работ в технике аэрографа, в таком монохромном стиле. И, безусловно, этот художник стоит особняком в целом в искусстве XX века, особенно в конце искусства XX века. Но нельзя забывать о том, что искусство часто идет рядом с жизнью, потому что искусство отображает жизнь. И в жизни Гиггера, соответственно, было множество удивительных моментов, связанных с участием так называемых мистических сверхъестественных сил. И об одном из таких случаев его жизни, рассказанных им самим, я хочу упомянуть в этом ролике. На дворе шел конец 80-х годов, и Гиггер очень любил коллекционировать всевозможные оккультные вещи, оккультные предметы. И в этом ему помогал его друг-галерист по имени Алам Беджан. Как-то он пришел к этому своему приятелю, и Беджан вручил ему голову дьявола. Это была полая голова, сделанная из дерева и покрытая человеческой кожей. Раньше эта голова принадлежала художнику Пьеру Малиньеру, который отличился тем, что сказал, что если он станет когда-нибудь импотентным, и когда это произойдет, то он покочит жизнь самоубийством. В результате так и случилось. Он застрелился. И теперь эта голова перешла к Беджану. Кстати, касательно самой истории главы, ей было примерно 100 лет, плюс-минус, и ее использовали для черных мес и всевозможных каких-то религиозных, оккультных, мистических ритуалов, там, жертвоприношения, еще что-то и так далее. И Гиггер был очень благодарен Беджану за такой великолепный экспонат, свою коллекцию. Он взял ее с собой, принес ее к себе домой в спальню и поставил на китайский комод. И вскоре как бы забыл о ней. И через некоторое время, буквально там месяц-два, он стал чувствовать какие-то странные беспричинные депрессии. Эти депрессии просто вот постоянно обрушивались на него, причем очень тяжелые и жесткие депрессии. Чувство подавленности, мрачности какой-то. Он пришел к своему другу Беджану опять и пожаловался ему на такие состояния неприятные. Беджан ему сказал, что помнишь, я же тебе подарил эту голову, куда ты ее поставил? Видимо, вот эта колдовская стила, мистическая сила, энергетика этой головы, она как-то влияет на тебя. И посоветовал мою эту голову куда-нибудь убрать, спрятать. Гигер взял целлофановый пакет, упаковал ее, проложил в картонную коробку и вместе с другими сокровищами спрятал в подвале. И снова совершенно спокойно забыл об этой голове, продолжил жить как обычно, обычной своей жизнью. Все наладилось. Но вот потихоньку начинается следующий этап этой мистической истории. Гигер поехал в Цюрих, чтобы забрать оттуда несколько оттисков в издательстве Мюллера. Эти оттиски представляли из себя рекламный плакат, напечатанный в 1684 году в журнале Тим. И изображал он Сатану. Эта работа относилась к серии работ Виктория номер 516, Римская 5. И интересный момент. Она была напечатана не четырьмя цветами, как обычно, то есть ЦМИК, ЦИАН, МАДЖЕНТО, ЙЕЛЛ, БЛЭК. А там был еще дополнительный понтон. Это такой ярко-оранжевый кровавый цвет, который придавал особую изюминку, особое напряжение этой работе, изображению Сатаны. Гигер настолько был доволен этими оттисками, что неожиданно вспомнил об этой голове дьявола у себя в подвале, спустился вниз, достал ее и поставил у себя в гостиной. И, кстати, в этот же день он должен был ехать на вечеринку, организованной его бывшей женой по имени Мия. Но перед этим он заехал к двум своим друзьям. Это галерист, имя которого история умалчивает, и его девушка, которую он подарил для вечеринки. Великолепное черное такое тюлевое прозрачное платье с украшенной перьями. А также показал им этот оттиск с изображением Сатаны. И он настолько им понравился, что они тут же взяли его, он, конечно, подарил им этот оттиск, и повесили у себя дома на стене. После чего неизмедлительно отправились на вечеринку. И надо отметить насчет вечеринки, что там присутствовал такой скульптор, который занимался тем, что делал гипсовые слепки с лиц приглашенных и называл их посмертными масками. Такая вот мрачная вечеринка была. И все помещение было уставлено низкими столиками, на которых стояли красные свечи. Гигер посоветовал девушке своего приятеля сделать себе такую маску на память. После чего она согласилась и случайно облокотилась на один из этих столиков, на котором стояли свечи. И, естественно, пламя сначала попало ей на рукав, а потом неожиданно охватило ее всю, и она вспыхнула, как факел. Все были в шоке. Гигер содрал себе пиджак и попытался как-то потушить этот огонь. Но это было, к сожалению, тщетно. И несчастная жертва стала просто кататься по полу и визжать. В результате огонь, конечно, удалось потушить. И несчастную девушку Гигер вместе с приглашенными гостями отнесли в ванную и стали поливать ее холодной водой из душа, чтобы как-то облегчить ее страдания. Ну и вызвали скорую. В результате ожоги третьей степени. Она перенесла множество операций и всю жизнь ужасно страдала от этих болей, от полученных ожогов. Гигер после этой истории, конечно, взял эту голову и просто опять спрятал ее поглубже в подвал и старался о ней больше не вспоминать. Но и это еще не все. 27 июня 1988 года он снова как-то достал эту голову, чтобы использовать ее для одной из выставок. Но опять произошел жуткий инцидент. В этот же день рядом с его домом упало огромное вишневое дерево и чуть не убило соседей, которые сидели рядом с ним. Они буквально вышли, отошли и через примерно минуту это дерево упало прямо точно на то место, где они сидели. Что сейчас с этой головой, мы, к сожалению, не знаем. История об этом умалчивает. Да и сам Гигер закончил как-то вот несколько странно, да, так вот необычно. То есть он погиб в 2013 году, упав с лестницы, которую сам уже испроектировал, да, вот в этом своем таком стиле. Поэтому, что такое зло? Вот, кстати, вот интересный вопрос, да, вот что такое, сразу думаешь, что такое зло? То есть это произошло, действительно ли это были мистические силы, или это произошло случайно? То есть существует ли дьявол, например, как какая-то самостоятельная единица, да, самостоятельная психоэнергетическая какая-то некая сущность? Или же есть некая такая вот коллективная бессознательность, скажем так, эгрегор, да? То есть эгрегор это некое такое вот образование, когда множество людей о чем-то думают, их мысли сонаправлены, чувства, эмоции сонаправлены, они образуют некую такую энергетическую сущность, которая, ну, если верить вот этим оккультным учениям, религиям, которые, биоэнергоинформатики, кстати, которые говорят об таком явлении, как эгрегор. И вот это существо эгрегора, оно существует на каких-то тонких планах и начинает проявляться в реальности, если какие-то люди с соответствующими идейными мыслями и желаниями резонируют с этим эгрегором. Ну, то есть, например, как вот многие поверья разных народов, там, кто-то верит в русалок, кто-то верит в гномов, боятся этих гномов, и действительно, как бы, начинают какие-то вещи происходить, да, там, где-то ночью в лесу, там, кто кому-то мерещится гномы, кому-то русалки. И действительно, люди что-то мистическое видят, то есть, это факт, как бы, и я встречался с какими-то мистическими такими вещами в своей жизни. Поэтому, что такое зло, это большой вопрос. Я думаю, и то, и другое. И эгрегор и дьявол. Ну, на этом все. Любите искусство, изучайте искусство. До скорых встреч. Пока.